Когда так не потому, что тесто, когда остается, оно твёрдое бывает, а так порезал, порезал. А ты будешь замораживать, да, вареньки? Да. Ну и что там вчера в этой передаче, я не до конца смотрела? Мама про политику там смотрела. Ну, что? Что говорят, что там Зеленскому доверяют? Зеленскому пока ничего. Зеленский, наверное, будет в этом. Сегодня Саввич Шостер. Мурду его там показали. Что там говорили про него вчера? А что ты не смотрела? Я бегала туда-сюда, а что ты смотрела, что ты не знаю. Институт сердца, вот это выступал директор. Что они выделили 16 тысяч гривен на инфаркт. Он говорит, вы что смеёте? За 16 тысяч гривен инфаркт можно вылечить? 16 тысяч гривен каждому человеку? Каждому человеку 16 тысяч гривен? Ну да. Да, ну. Он сказал, что самый большее это 85 из 100. Директор Истодоров сказал. В общем, недовольный. Когда принимали бюджет, его не позвали. Он говорит, что там вчера так спорили. Врачи говорят, у меня врач стоит 22 операции делает в день. Получает 7 тысяч. У него трое детей. А то, что ещё взятку получают, он будет же ещё платить. Как вы думаете? Поэтому и дают люди сбоку. Может он остаться здесь? Конечно, будут хорошие врачи уезжать. Я сегодня о дружбе пост написала. О дружбе, дружба. О дружбе говорила пост. Написала статью про дружбу. Мама, пост, не понимаешь, что такое пост. Да, что некоторые нервничают, что они дружат, а им взаимностью не отвечают люди. Что там ты про дружбу скажешь? Подруг надо иметь, мам. Что? Подруг в жизни. Каких подруг? Ну, каких-то подруг, но подруг. Ну, Вера у меня подруг, но с её словами не вытянули ничего. Какие слова ты хотела вытянуть? Вообще, да, такая, не очень разговорчивая. Так ты, наверное, говоришь, когда она приходит? Я говорю, наверное. Говори, но ей всё равно. Ей эта политика, вот это всё, она ничего не смотрит. Не смотрит? А что делает? Она уже полдевятого спать ложится. А встаёт когда? Не откуда, значит. Она же дома не сидит. У неё здесь и брат, и сёстры двоюродные, и кумы. А подруги в жизни у тебя были? Подруги были, когда учились, девчата молодые. Когда работала, были. Какие подруги? По работе, эль. Лизка подруга была, почёкнута. А чё чёкнута? Потому что к папе лезла. К папе? Дура. Пошла её в село, пошла на огород полоть это самое, прихожу, они целуются. Сонька как вскочила, говорит, пошла вон отсюда. Так он её в гостиницу отправил. Сонька какая? Уехала. Сонька наша, Сонька. А вы что, были у Соньки дома? Была она, у нас она. Сонька, а как она увидела? Ну, зашла, увидела, да. Да? А ты где была? На огороде с мамой была. Мы на огороде там сидели. Пока мама на огороде подруга целовалась. Роститутка высшей марки была. Она изменяла свою мужу, как хотела. На папа тоже что, целовался? Чё ты меня спрашиваешь? Он справа, кого спрашивает. Ты папе по мозгам не дала? Ты все хорошо поругались. Неделю не говорили. А она уехала потом? Да, выпроводили. У неё выпроводила. Сонька правильно мне сказала. Привезла проститутку сюда. А чего вы решили вообще её привезти на Украину? Она захотела отдохнуть. Украину увидеть? Я думала, что нормальный человек она. Да, ехали когда в СВ был, вагон СВ был и такой был. Так она говорит, я с Артуром остаюсь в СВ, а ты иди с Кариной туда, в другой вагон. Я говорю, как это, я не поняла. Ты тогда ещё не поняла, что она дура? Уже тут тогда надо было мне высадить её в Киеве. Тогда надо было высадить её ещё на вокзале. Ну, а она потом пошла одна в СВ? Угу. У вас одна в СВ она одна? Пошла. А я где была? Мы все трое были в СВ, а она пошла в общий. Такой угонный. А чего СВ купили такой дорогой? Потому что билетов не было. Я всегда ездила летом. А летом никогда билетов нормальных не было. Но она непростая была. А мама у меня такая простая, там подружка такая была, матёрая. Шалава была ещё та. Даже мать её и то жаловалась мне вечно. Как с матерью поссорится, так отделяет от холодильника, от голодной. Прихожу, плачет. Иду в магазин, что-то куплю и даю ей этой женщине кушать. Стерва. А ты где с ней познакомилась, с этой Лизкой? На работе. На работе? Где она там, кем она работала? Тоже поваром работала. Да? Только не венитуристе. А где? Столовая работала. А ты её со столовой знаешь, да? Да нет, я даже и не помню, как мы с ней познакомились. По-моему, я туда что-то ходила, шеф послал или что, и там познакомились. Она думает, вот Анька такая попалась мне, простая женщина, наверное, угощала ты её постоянно, продукты давала. Домой приходила очень часто. После этого я сказала, никаких подруг, никаких подруг, всё. Ой, Сонька, ей чуть волосы на голове не вырвало все. Сонька, это мамина тётка? Тётя. То она её поругала, да? Ой, она... Ты... А меня я поругала. Ты кого привезла? Ты что, не бачила, кого ты везёшь? Ты что, не бачила, кого ты везёшь? Куда ты везёшь? А мама твоя, бабушка? Ну, что, мама говорит, что она не видела её? Я говорю, мы же общаемся и домой ходим. И всё. У неё муж хороший был. Но она в верёвке с него вела только так, с Виталика. А ты Виталику потом не сказала, что твоя Лизка с моим Артуром целовалась? Я его после того и не видела. А папа по мозгам не получил? А, ты сказала, получил, да. А сонки так получил, как мамы. О-о-о-о. Не рад был. Лежали на кровать и целовались. А я на огороде палю себе. Вот это вся суть моя мамы. Ну, откуда ты знаешь, что такая чокнула? Задоверял этот человеку? Не переживай, не узнавай. Боже мой. Да. Житель, всё, что хочешь есть. И после подруга ты подруга не имела? Нет, я больше не заводила всё. А, по работе. Мы сели, поговорили, чай попили. А так нет. Чтоб домой приводить. Уже хватит. Да ладно, дура. А почему нельзя сидя делать, если ты всё равно руками работаешь? Я не могу понять. Вот это крутить, ладно. Раскатывать, понятно. А сидя нельзя это делать, сидя? Ну, ты же всё равно руками работаешь. У меня, когда я сижу, у меня под лопатками болит. У меня очень быстро под лопатками болит. Я не могу. Я так раз, 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 и всё. Короче, ну не все же подруги такие. Ну, не все, но такая попалась. Попалась одна, и хватило на всю жизнь. Приходила вечно домой. Всегда и кушали, и гулять ходили. И ты, Наташка же её, эта дочка была. И ты, и я везде гулять ходили. А эту дочку била, как собаку она, Наташку. Наташка только что хочет в магазине, прямо в магазине била. Только говорит, зашли, куклу я хочу. Ох, и даёт куклу. Валялась на полу. Люди говорят, вы что, ненормально? И объясните ребёнку, что у вас денег нету. Или не заходите в этот магазин и... Ну, она её любила, как собаку. Наташка, какую-то подругу отхватила. Тоже мозги где-то были. Как можно такую подругу было ужасным? Это человек плохой. Естественно, и плохой будет и подругой. Так, ребёнка без магазина. Пока не столкнешься, не будешь знать. Надо столкнуться. Люди же себя сразу не показывают. Ну, вот в этом суть моей мамы. Моя мама очень плохая. Ой, держатель плохой у меня. Соскакивает телефон. Надо купить новый держатель. Да. А папа у меня любил пошутить с женщинами. Да, папа любил. Папа любил, да. Пофлиртовать. Да, и да. Тоже мне. Да. Сонька его выгоняла, разум знает. Да. Так он её в гостиницу отвёл. Гостиницу. Ну да. Туда отвёл её. А потом отправил. Приехала на Украину её. И сослали её. Да, сегодня приехала. Через пару дней уехала. Отпокнула. Хотела украинское село она увидеть, да? Она всё время говорила, ой, я хотела бы посмотреть село. Я хотела бы посмотреть, ты откуда, где ты, что ты, как живёте. Я говорю, ну поехали. Мне что, жалко. Тарелку обеда дать тебе, если что. Ну, по-человечески себя веди. Если ты хотела поехать и посмотреть. А не флиртовать с чужим мужем. Виталик тоже бедный от неё был. Она ему так изменяла. О-о-о-ой. Он даже и на развод уже подавал. Боже мой. Где эту выдру нашёл? Ради ребёнка, говорит, терплю. Я тебе говорю, она когда с матерью ругалась, всё, холодильник уже не трогай. Там ничего, кушать не бери. Я приходила, она плакала. Шла в магазин за свои деньги, покупала ей кушать и приносила. Говорю, пока её нет, уберите, покушайте. Вот придёт будет, и мне будет, и вам будет. Да прям по голове ей надо было удать. Ничего себе, вот такая подруга. Это человек плохой был. Надо было уже понять, что дура она. Господи ты, боже мой. Это же надо. Мать от холодильника. Ой, кошмар. Где она сейчас, интересно, не умерла она там? Такие люди не умирают, они долго живут и мучаются. Да, я думаю, там ей бумерангом вернулось. Старая, наверное, уже умерла, мать. Эта дура не знаю где. Я после того, 10-й дорогой обходила ту улицу, и, знаете, близко там, где они жили, по трамвайной линии. Даже близко я туда не подходила. Я рассказала на работе, не че-то с ума сошли. Говорит, ты что, Аня? Я говорю, да. Она же приходила ко мне на работу, ее знали. Клава говорит, надо было ее утопить в речке. И скрыть, и скрыть. Клава, Клава. Посмотрите, какие у моей мамы чистые кастрюльки. Какие чистые кастрюльки у моей мамы. Блестят аж. Блядь никакой. Мама любит чистоту. Мама любит чистоту. Ой. Мама такая была сумасшедшая до работы я. Я уже и лучок пожарила. Сейчас отварю варенички. Напрасно не хочешь кушать. Мама, зачем мне тесто? Один раз можно. Вообще-то один раз можно, да. Ты думаешь, я отчетство часто очень ем. Не, не, ну. А ты не можешь уже воду поставить? Я же сегодня на работу иду. Я же не могу долго. Я сейчас поставлю. Я же на работу. Я должна же еще купить продукты для нарезки. А еще в шкварочке. Ой, ну сало заморожено. Ну не надо. В шкварке вообще-то я люблю. Ой, в шкварке, как вкусно. Смотрите, какое кольцо мне Аня подарила. Аня кольцо. А, красивое. И сейчас еще одно. Ой, мамочка испугалась, как я. Боже мой. Еще вот такое. Как вам так показать, что вы видели? Вот такое. Сейчас я чайничек поставлю. Быстренько. Не, шкварь, я поем. Такие вареньки. Ой, вкусные, вкусные вареньки. Я с картошкой не так люблю, а вот с капустой я люблю. Я с капустой пирожки очень люблю. Боже, как я пирожки люблю. А, пирожки надо сделать. Я надо взять капусту, пирожки здесь. Давай я скажу, чтобы девочки потушили капусту. Мам. Я сама не могу потушить. Ну, они потушат, боже мой. Но Таня хорошо тушит. Я принесу. Только много. Капусты очень много клади. А тесто пусть будет мало, а капусты много. Я вот так люблю. Я так делаю, чтобы закрыть. Когда это дрожжевые пирожки, когда пирожки еще стоят на столе, они еще подходят. Поэтому получается, что начинки мало. А так... Не, ну тогда ты делай тоньше пирожки. Тоньше раскатывай. Мам, тоньше тогда раскатывай. Я люблю, когда тесто мало. Я и так тонко не делаю. Ну, сделай этот раз еще тоньше. Ну, ты же видела, сколько я клала вчера творога? Полная ложка. Ты говоришь, что мало. А подошли такие латрушки. Просто прелести. Раиса сказала, бабушка, я приду сейчас бы учать. Пришел в 12 часов. Позвонил, чтобы денег придется. Потом, наверное, люди были или что? Наверное, ты вам положи на 5 штук больше, я Ане понесу. Да, да. Аня не любит, по-моему, с капустой. Полюбит, когда будет гореть. Она с картошкой любит. Ничего страшного, они себя не свежие полюбят, они вкусные. Штук 5, не больше. Не, ну мне не надо сейчас нести много. Так я сама тоже люблю, я сейчас тебе сварю. Потом себе сварю. Аня, свари штук 5, я отнесу. Это мне будет обед сегодня. Разнообразие надо же какое-то. Не все время, супы, борщи. Будем сегодня с Азадом сами петь. Никого нет, ведущей нету. Да? Будем включать музыку сами. Блин, как она нас подвела сильно. Не сказала ничего, да, сразу. Видишь, как делают? Так и делают, да. А ты не спрашивала этой меры дочке? Ну спрашивали мы. Не могут сегодня именно. Сегодня праздник. Все хотят гулять. А, сегодня с 14-й, да. А, с днем любви. Спасибо, Боже мой, праздник для меня. Что есть, что нету. Еще не хватало именно в этот день ценить. Любовь надо каждый день ценить. Один раз в год. Один раз в год, как 8 марта. Это вообще издевательство. Да, с подругами дело ясное. Вообще подруги, это очень редко, когда подруги нормальные бывают. Ну, что, бывает? Я, например, хорошая подруга. Я очень верная. Чересчур даже. Мам, кипит. Сейчас уже буду. Я подруга. Вот для себя, мне кажется, вот если быть кому-то, чтобы я была подругой, то не. Я привыкла отдаваться. Ну, не знаю. Короче, не надо мне, чтобы я была подругой. Для меня это не всегда. Мне это вредно просто. Лучше быть хорошей приятельницей. Так, сколько тебе штук? Шесть. Тебе шесть. Лучше быть приятельницей. Вот у меня, кстати, сейчас друзья, знаешь, кто, мам? Эти, мои подписчики, кто на меня подписан. Знаешь, как мне с ними хорошо? Они мне пишут разные вещи. Про тебя тоже много пишут. Снимайте маму почаще. А мама выступает. Маме уже не дают снимания. А до чего? Годалка сказала, что жить будешь. А до чего? Объясни, чтобы я поняла, до чего. Старая женщина. Что старая женщина? А какая тебе разница? Тебя снимают? Тебе что, жалко, что ли? Так, не, снимаю. Так, все. Мне лука побольше. Я вот. Пожалуйста, мне побольше лука. А они куда возьмешь? Кулечек. Я хочу в кулечек, пожалуйста. А как с луком? С маслом? Ну, а что с такого? Чуть-чуть. С маслом сделаю, да? Да, с маслом. Ой. Я еще один кинул, посмотрю. Киню один, да. Такое. Тесто такое, у меня усенькое. Я сегодня голову мыть не буду. Вот видите, какие сережки мне еще Аня подарила. Вот такие сережки. Усики, видите? Усики, 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 да. Видишь, какие усики, мам? А ты что ей подарила? Я ей целый кулок подарила. Угу. Все хорошие сережки. Она что, в школу не пошла? Она, мама, больная. Она заболела. У нее насморк, кашель и так далее. Вот это... Ну, ходит так одета. Ее же не переубедишься. Ой, она еще заболела, она еще любит там тоже. Можно было как-то этот... Она еще сама притянула болезнь. Она так не хотела в школу, что... Я хотела завтра прийти. Не, не надо приходить. Еле выздоровела. Ты ради бога сиди. Здорово. Не, я только отошла. Да. А видела эту Валю тоже с почты. Угу. Когда ходила по муку. Она говорит, боже, Аня. Она до сих пор хрипит. Говорит, боже. Я даже антибиотики колола. 12 дней я от сихата не вылазила. Так заболела. Я говорю, нет, антибиотики нет. Но температура у меня 4 дня держалась. Надо гомеопатическое. То, что я тебе купила, вот это очень хорошо. При простуде, при гриппе. Оно как антибиотик действует. Но вреда не дает. В Никишине выступала наша врач. 430 с чем-то человек. 233 детей. От 5 до 14 лет заболели. Дети. Мира уже на пенсию вышла. А ты что? И не работает уже? Она частный бухгалтер, мам. Азат тоже говорит, о, через 5 лет мне пенсия будет. Я ухагаю. Говорит, ну вон, через 5 лет уже будет. Да. Ой, думаете, так хорошо на пенсию. А, уже отцу 16 числа будет 78 лет. Рано он умер, папа. Мог бы жить еще. 71 год он умер. 78 лет ему уже. Это 8-й год уже идет. Да. Как будто это вчера было. Боже, боже. Да? Для меня, да. Как будто вчера. Ой, да. Ну, совсем не притупляется, ну чего? Не притупляется? Алина, я бы ее сюда выкину. Да. Не услышал. Не знаю, для меня как будто это вчера. Надо, наверное, на кладбище, Саша, сказать, ездить. Когда? В 16-го. Мы поедем и тоже поедем. Так очень хорошо. А одна поедешь. В воскресенье? Ой, не знаю. Цветы какие-то. Гвоздик. Подешевле, мам, нету ничего? Есть. Что? Каких-либо? Белые такие эти. Гладиолусы, что ли, какие-то? Какие гладиолусы? На. Так я сама возьму. Зачем мне твои подешевле? Подожди, я тарелку тебе дам. А Раик пошел на работу, нет? Не знаю, он позже идет, по-моему. Я уходила, он спал. Ладно, буду я кушать. И все. Ой, какие вкусные варенечки. Ты шо? Мне много не надо, мне пять штук, пожалуйста. И перец, мам, перец. Черный перец. Ну, посыпь, возьми же камеру, держу. Мне тесто надо залепить бы уже. Зашихает. Все, приятного аппетита. Белку возьми. Сейчас возьму.